так это луна по стадии 11 августа 2020 год Харьков поставил все-таки самые низкие настройки светочувствительности и несмотря на то что уже ясный день солнце уже всходит на горизонте все будет гораздо темнее чем объективно выглядит но зато гораздо более четко рельеф Луны посвятим этот дубль Луне тем более Марс у нас уже скрылся за облаками идите посмотрите а куда досмотрели а вот экранчик сейчас я наведусь в окуляр а потом увидите полностью в масштабе иди смотрю но такое точно какие на картинке не знаю какие картинки смотрят смотрю сейчас я извиняюсь за то что я хочу на картинке чтобы картинка подчетча видно? да хотите в окуляр посмотрите в любой раз до лучшей да нет очки менять надо спасибо 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 так вот какая красота дымка ну она добавляет такого антуража пикантности не пикантности чего она добавляет загадочность у нас не полнолуние не новолуние а какой-то полу луни ой ну хорошо хорошо хоть получилось поснимать даже в такую облачность могло быть все гораздо хуже удачно получилось с работы что можно чуть попозже приехать и вчера я удачно чуть пораньше приехал поснимал еще юпитер и сатурна юпитер с полосами снял одновременно и со спутниками обычно очень чего рассказывать есть желание можно посмотреть вчерашние видеозаписи у меня резкость это наверное лучше что можно сделать на краю луны какой-то горбик явно попадает как раз на кратер да ну конечно линия терминатора интереснее смотрится потому как игра света и тени гораздо дает более четкие представления о формах размерах кратера кратера ладно давай сейчас еще снимем венеру венера у нас четко видна даже при таких настройках светочувствительности чуть-чуть кривовато штатива поставлю объективно будет расположение вверх вниз горизонтном ну вот при таких настройках светочувствительности конечно гораздо четче вверх ай-ай-ай сбежала что ж ты будешь делать ну прям рывком выскакивает эскадра хоть ты хоть ты стреляйся хоть ты стреляйся сейчас мы его зафиксируем в общем-то еще работкой снимать объекты удаленные на сто восемь миллионов километров со сто двадцати пяти кратным оптическим увеличением и четырех кратным цифровым ну вот так его сделаешь сама в кадр влезала наша лапочка ну да вот предыдущие дубль были светонастройки настройки светочувствительности более высокие и венера была сильнее засвечена а сейчас фаза видна совершенно четко и серплю мы видим прекрасно и серплю мы видим прекрасно опа да ладно влезала а вон она вон она вот вон венера иди смотри иди на Венеру глядь сто восемь миллионов километров Не видишь? А вон надобно, видишь? Её видно будет даже когда солнце встанет. Да, она сейчас вылангается, и дальше от солнца на угловом расстоянии. Это сейчас очень классно видно. 13 числа, как я сказал, будет вообще супер видно. Ну, если область, ты видишь, сейчас попадет. Да, сейчас ещё луну посмотрим, и вообще будет всё. Да? Ну, на, давай посмотри, минуту потрать. Вживую никогда не посмотришь, наверное, только по этому самому, по телеку, здесь я наведусь. Ещё попасть на неё, понимаешь, такими увеличениями. А во сколько раз? Оптическая 125 крат. Нет? Четыре цифровое. Зараза облачка нам чуть-чуть мешает. Ну, смотри, наверное, в аккуратте, вон что будет видно. Вот сюда. Да, вот сюда. Ага. Видно градоид? Да, 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 вижу. Прикольно. Спасибо. Да не за что. Да, ну, совсем уже и Марса, то, что нам закрывало Марс, теперь нам закрывает Луну, совсем мутненько. 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 Мыши домой. Класс. Малёная. Сейчас потяну немножко время, может все-таки Марс выглянет из-за облака, но пока надежды не увижу на это. Ну ладно, что тут жаловаться. Во-первых, на предыдущем дубле и Марс сняли. И Венеру сняли, и Луну сняли. Ладочка. Ещё раз, наверное, сниму при таких настройках. Удалённый объект. Кирилл, тебе специально просил в комментариях человек, чтобы снял какой-то объект. Я так понимаю, у него же нестандартные размеры. У нас сейчас освещение получше, тумана поменьше. Хороший объект, кондиционер. Так, сейчас я так приблизительно говорю, я нахожусь на улице Гвардейцев-Широнинцево, рядом с мостом Китлярный, через Китлярчин-Яр, в Харькове. А, это не кондиционер. Это что? По-моему, кондиционер. На экране будет лучше видно. Так, и расстояние до этих домов ориентировочно километров шесть. По гугл-картам можно будет посмотреть. Какого-то дом определить будет тяжело, конечно. Но можно будет сориентироваться как раз на одной линии с вышкой, телевышкой Харьковской. Вот, труба тоже должна быть. Нет, не видно. Кирпичей не видно. Более стандартных. Каких-то размеров нет. Вот, завод Коммунар, до которого легко определить расстояние. Да, темно. С такими темными светонастройками. Ну, ладно. Не будем дальше убивать на это время. Да, облака разошлись. А что-то не вижу нашего Марса. Поехали, закончим на Луне. Попутешествовали сегодня, так попутешествовали с утра пораньше. У тебя Марс был. На предыдущих дублях у тебя Венера. У тебя... Полу-Луни. Да, не вижу я Марса, несмотря на то, что облачка-то так разошлись довольно прилично. Но уже Марсу яркости явно не хватает, чтобы быть заметным. Алинина скрылась за облаками. Вот она, красавица на весь кадр. Хорошо. 11 августа 2020 год. Харьков, 5-29. Боже мой, я уже должен работать, бог знает сколько. По Киеву. В Харьков. 50-я параллель северной широты.